МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Сколько стоит постоять в центре Чебоксар? Начали работать платные парковки. От южных морей до полярного края россияне написали большой этнографический диктант. Красный день календаря. Страна готовится отметить День народного единства. Республика продолжает наращивать связи с зарубежными странами. Сегодня в Москве глава Чувашии встретился с послом Испании. О деталях переговоров расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Чувашская республика и Испания намерены сделать новый шаг на встречу друг к другу. Об уже реализованных проектах и перспективах шла речь на переговорах в резиденции чрезвычайного и полномочного посла в России. К региону европейские партнеры проявляют большой интерес. Игнасио Ибаньес Рубио был назначен на пост испанского посла в начале этого года. Сейчас, отмечает он, королевство стремится увеличить внешнеторговый оборот с регионами России. Чувашию в посольстве называют стратегическим партнером. Товарооборот между королевством Испании и Чувашской республикой снизился. Но мы предполагаем, что в скором времени ситуация улучшится. Мы заинтересованы продуктивным диалоги. Нам есть, что предложить региону. Республика интересна испанскому бизнесу. Наши предприниматели знают, что в Чувашии можно реализовать даже самые амбициозные проекты. Такие примеры и действительно есть. Семь лет назад испанская компания «Рока» открыла в республике завод по выпуску акриловых ванн. Предприниматели отмечают, что для развития бизнес-проектов в Чувашии нет преград. У нас даже есть четыре испанцы, которые приехали жить в Чувашии, из таких городов, как Севидия, Мадрид. И сначала у нас было сомнение, адаптироваться они на жизнь в таком климате. И они с удовольствием сейчас там живут, и у них нет никакого желания возвращаться. И они построили свою жизнь сейчас в Чувашии. На следующий год планируем уже расширение одного из заводов. И реально чувствуем, что в Чувашии есть поддержка от администрации. И в каждом случае, когда у нас были проблемы, и проблемы бывают, это просто потому, что жизнь, ну вот есть жизнь. Стороны детально обсудили и вопросы товара обмена. Испании интересна Чувашская электротехника, сельхозпродукция. Обсуждается и возможность реализации проектов в сфере медицины. Если взять в целом внешнодруговый оборот, понятно, по объективным причинам он у нас упал. И между Россией, и между Испанией. Но в этом году мы уже за 8 месяцев почти вышли на годовой уровень прошлого года. Рост составляет почти 25%. В экономическом плане наши организации, которые занимаются коммерческой деятельностью, деятельностью закупают сырье от производителей компаний из Испании. Касаясь гуманитарной сферы, наши творческие коллективы выезжают своими гастролями на разных площадках, в разных городах выступают и тем самым поднимают социальное самочувствие и настроение жителей Испании. А на следующий год намечена встреча деловых кругов Испании и Чувашия. Для предпринимателей королевства намерены провести презентацию республики. В посольстве это предложение одобрили. От переговоров на высшем уровне ждут большого эффекта. С конкретными проектами испанский бизнес готов пройти в республику в ближайшие годы. Медрик Ковалев, Сергей Адушкин, Республика, из Москвы. Итоги сельскохозяйственного года были подведены на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Эти люди привычнее чувствуют себя на ферме, в поле, в цехе переработки продукции. Они привыкли рано вставать и поздно ложиться. Но один день в году они собираются все вместе, чтобы отметить завершение сельскохозяйственных работ. Театр оперы и балета был переполнен. В фойе наглядное подтверждение того, чем весь год занимались сельхозтоваропроизводители. Выставка достижений агропрома с каждым годом становится все обширнее. Крупным предприятиям присоединяется и малый бизнес. Свою продукцию представили фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств. Молочные и мясные продукты, овощи и соки – все выращено на полях республики и переработано в местных цехах. В начале торжественного собрания фильм о буднях наших сельчан. Его, кстати, подготовила наша телерадиокомпания. Участников собрания с праздником поздравил глава республики. Мы с вами встречались на разных территориях, бывали на посевах, смотрели, как виды на оружие, сельскохозяйственных культур. Риск всегда был в сельском хозяйстве, он будет. Только высокотехнологичный труд, только дисциплина и руководителей, и специалистов, и всего трудового коллектива получает хороший результат. В докладе заместителя председателя кабинета министров Чувашии, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова прозвучало много цифр. Максимальные показатели достигнуты по сбору зерна, картофеля, отмечены успехи в молочном скотоводстве. Все это было бы невозможно без технической модернизации, реализации новых инвестпроектов, мерах государственной поддержки АПК. В нашей республике господдержка аграрного сектора в 2017 году увеличена на 14% и составляет 2,4 миллиарда рублей. В 2017 году аграриям и сельхозам одобрены льготные кредиты более чем на 7 миллиардов рублей. Это ежегодно еще 600 дополнительно, 600 миллионов рублей, если, конечно, будут реализованы эти проекты, из бюджета на удешевление кредитов. Какой объем господдержки будет в следующем году напрямую зависит от нас с вами. Каких результатов мы с вами достигнем, такие бюджетные средства будут доведены из федерации. Отличившимся труженикам села были вручены награды. Внутренний туризм становится все более популярным среди жителей России. Туристические маршруты пролегают по самым интересным местам нашей большой страны. Самый масштабный проект по развитию въездного туризма в республике – этническая Чуваша. Как идет его реализация, обсудили в Средосвещании в Доме правительства. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы. Он состоит из нескольких направлений. Одна из главных достопримечательностей столицы – это Волга, ее набережная и залив. Специалисты туриндустрии вместе с архитектурным сообществом видят это место центром притяжения. И оформлено оно должно быть подобающе. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов отметил новую набережную. По его мнению, координаторам проекта удалось использовать все плюсы активного отдыха около большой воды. Но надо двигаться дальше. Агентство готово рассмотреть новые идеи и предложения, которые поступят из республики. О туристическом потенциале Чувашии должны знать как можно больше людей. В моем лице миллионы других туристов, людей, которые живут в разных регионах нашей страны. Хотите ли вы приехать на Волгу и погонять на Снегоходе? Хочу. Но есть такая возможность? Я не знаю. А вы знаете. Нужно сказать об этом. Регионы ее столицы должны быть шире представлены на национальном туристическом портале Russia Travel. Очень важно выстроить логистические маршруты, чтобы в них были завязаны все объекты, находящиеся по соседству. Например, в непосредственной близости с этнокомплексом Амазонии есть современный спортивный комплекс «Центр развития Маунтинбайка». Там же, в этнопарке, в ближайшее время достроят еще семь объектов. Туризм во всех его проявлениях развивает реальный сектор экономики. Мы вместе с вами начали агротуризм развивать. Оно тоже востребовано на сегодняшний день. Вот в перспективе и промышленный туризм, и образовательный туризм, и туризм медицины – все эти направления, они востребованы. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах начали работать сплатные муниципальные парковки. Паркоматы появились на наиболее загруженных участках города. У железнодорожного вокзала, на деловом проезде, на улице Ленинградская и на проспекте Ленина всего их четыре. С восьми часов утра и до восьми вечера оставить машину можно только за деньги. Площадь перед зданием железнодорожного вокзала выбрана не случайно. Дважды в день жители столицы встречают родных и близких с московского и питерского поездов. Так что довольно большой автомобильный поток порой двигается очень медленно. В том числе и потому, что машины оставляют так, что они мешают проезду. Именно здесь и оборудована одна из платных парковок. Появились новые знаки и шлагбаум. А самое главное – паркоматы. 30 рублей за час стоянки для легковых автомобилей, 60 – для грузовых. С монетами или купюрами подходить нет смысла. Программное обеспечение терминалов настроено только на виртуальные способы оплаты. По банковской карте, с помощью смс-сообщений или через мобильные приложения. Водители на такие новшества реагируют пока по-разному. Нужен, нужен, очень нужен парковка. Это как бы уровень совершенно другой культуры получается. Ну вот чувашка из столицы. Потому что гость столицы может подъехать на машине, как бы уехать спокойно. Платные парковки, они как бы должны везде быть, чтобы места всегда были у нас. В городе, в нашем слове, на Чебоксарах. Нет, с одной стороны хорошо, потому что есть место свободное. Есть где пропарковаться. И, я думаю, будет порядок. Есть, конечно, и другие мнения. Но в основном оппоненты говорят о возможности выбора. Администрация оставила в центре Чебоксар места и для бесплатных парковок. Парковка у железнодорожного вокзала радует своей простотой и широтой. Никаких лабиринтов и узких закутков. Она рассчитана на 100 машиномест. Первые 30 минут находиться на стоянке можно бесплатно. Сумма штрафа за неоплаченную вовремя стоянку составит от 1 до 2 тысяч рублей. Но с учетом нововведения до 1 октября этого года, зайцев, не оплативших стоянку, штрафовать не будут. Как заверяют городские власти, главная задача платных парковок – все же не пополнить бюджет, а упорядочить движение транспорта и разгрузить центры города от автомобилей. Рифат Ваткулин, Арена Гавилян, Республика. Чувашский кадетский корпус имени Кочетова должен принять первых курсантов в будущем году. Строительство на территории ЗДК трактор-строителей в Чебоксарах идет уже 4 месяца. За это время строители вбили сваи и начали поднимать первый этаж. Земляные работы пока не завершены. У подрядчика есть проблемы, но он обещает в сроке, а это до конца ноября уложиться. Также до конца ноября должны разработать схему благоустройства парковой зоны. Проект спального корпуса на 250 мест получил положительное заключение экспертизы. В начале следующей недели определяют застройщика. А вот проект регионального центра по хоккею только завершили впереди экспертиза. Напомним, Чувашский кадетский корпус входит в проект кадетства. Здесь будут готовить курсантов по профилю воздушно-космических сил. Такие же учебные заведения есть еще в пяти регионах страны. Сегодня россияне писали большой этнографический диктант. Задание изучала Ольга Пырочкина. Вот отражение опознаний. Россия на многонациональной культуре своей страны. В прошлом году интернет-журнал «Новый фокус» провел в Москве любопытный опрос. Девушкин, здравствуйте. Можно пару вопросов? В связи со сложной политической ситуацией в Европе, республика Хакасия попросила состав России. Как граждане России, вы не против, чтобы они вступили в состав России? Нет, не против. Хакасия хочет войти в состав России. Что вы можете сказать по этому поводу? Я за. Спасибо. Накануне Дня народного единства в России уже во второй раз прошла масштабная образовательная акция «Большой этнографический диктант». А по сути тест. Результаты прошлого года таковы. В среднем участники набирали 54 балла из 100 возможных. То есть верно ответили лишь на половину вопросов. И неудивительно. Сотрудники нашей редакции изучили задания этнографического диктанта этого года и пришли к выводу, чтобы правильно ответить на все, нужно иметь либо докторскую степень, либо интернет под рукой. Так вряд ли кто-то постоянно помнит. Например, порядок вхождения национальных республик в состав России или количество сказок в сборнике Александра Афанасьева. Тем не менее, поучаствовать в этом году рискнул ведущий программы «Республика» Алексей Иванов. Ну вот, вопрос задам вам. В годы Отечественной войны 1812 года французская армия называла представителей этого народа «северными амурами» за их виртуозную стрельбу из лука. О ком идет речь? А. Чеченцы. Б. Карелы. В. Башкиры. Г. Русские. Ты как-то ответил? Ну я не помню уже и как. Но я ответил «Б. Карелы». Правильный ответ – «В. Башкиры». Их французы сравнивали с античным богом Амуром. Вопросы все достаточно сложные. И для того, чтобы ответить, нужно немного подумать. Но такие вопросы… Самым интересным мне показался вопрос, например, как называется оригинальная техника окраски деревянных изделий в Нижегородской области. Вы знаете, что это? Ну я думаю, что это хохлома. Впрочем, цель этнографического диктанта не пристыдить, а лишь вызвать интерес к теме. К примеру, за что жителей пермских земель называли «пермики соленые уши». Итоги опубликуют 12 декабря на официальном сайте акции мирэтно.ру. Там же можно найти полный перечень заданий и написать диктант онлайн. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Завтра в России День народного единства. Его отмечают с 2005 года в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году. Знаете ли вы, что попытки сделать этот праздник государственным предпринимались еще 500 лет назад? Царь Алексей Михайлович вел традицию отмечать День Казанской иконы Божьей Матери. Считалось, что именно этот образ помог войску Минина и Пожарского одержать победу. К сожалению, с 1917 года праздновать День воинской славы перестали. Вновь 4 ноября стало красным днем календаря в 2005 году, чтобы напомнить всем россиянам. Только вместе мы можем противостоять всем внешним угрозам, успешно развиваться и быть счастливыми. Не забыт и православный праздник, поэтому крестный ход – непременный атрибут Дня народного единства. В Чебоксарах он начнется в 10 часов 30 минут и традиционно пройдет от Кафедрального собора введения во храм Пресвятой Богородицы по маршруту улицы Константина Иванова, дорога к храму улицы Карла Маркса до площади Республики. На время шествия в центре Чебоксар перекроют движение автотранспорта. Митинг и праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, начнется в 11 часов на Красной площади. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С наступающим праздником и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин